Я вам расскажу правду, о которой вам никто не расскажет. Краткий анализ теракта в Москве. Шесть боевиков-агентов, пять из них едут на белом автомобиле Рено Логан, а вот шестой едет за ними на машине, но только неизвестно на какой. Он снимает это всё на видеорегистратор. Это была именно его задача – ехать за ними и снимать, как его сообщники подъезжают к Рокусу, выходят из Рено Логан без водителя вчетвером и сразу же начинают стрелять с улицы. Это делалось специально, чтобы видеорегистратор заснял происходящее, что именно боевики вышли с этой машины, открыли огонь и что именно эту машину нужно искать. Следующей задачей агента-боевика на машине с видеорегистратором была максимально распространить ролик в сети интернет ровно через два часа после того, как остальные боевики зашли в Крокус, чтобы начали искать именно этот автомобиль и чтобы у людей не оставалось вопросов. Водитель из Рено, который высадил боевиков-агентов, сразу же едет к тем самым таджикам, которых поймали, выдавая за террористов. С этими таджиками было заранее обговорено передать автомобиль и приличную сумму, чтобы они его перегнали на границу. Они не были в курсе планов терактов, они хотели заработать на перегоне транспортного средства. Водитель Рено передает таджикам машину и одежду. За сумму, которую им предложили, не проблема переодеться якобы для того, чтобы их по опознавательным знакам пропустили через границу. Таджики, не зная того, что на данный момент происходит в Крокусе, выезжают сразу после передачи машины. Тот, кто передал им машину, водитель Рено, теряется в городе среди прохожих, выполнив свою задачу. Ровно через два часа распространяет видео с регистратора. Вот почему все удивляются, как можно было в пятницу в пробке так быстро доехать до границы. Потому что после выхода боевиков из Рено водитель сразу повез машину таджикам, которые не знали их планов и сразу же, взяв машину, повезли ее к границе. Естественно, все спецслужбы объявляют в розыск автомобиль с регистратора, который распространили в сети. В этот момент стрелявшие в Крокусе скидывают с себя форму, под которой обычная одежда, снимают бороды, есть даже утверждение свидетелей, что бороды у них были приклеены, и, сливаясь с толпой, выбегают на улицу и разбегаются в разные стороны. Спустя время ловят этих таджиков, которые думали, что просто перегоняют машину за деньги. Их начинают бить, пытать, допрашивать. Может, они и рассказывали изначально правду, но нам этого не покажут. И сбив, сломав ребра, повредив внутренние органы, отрезав ухо и найдя в машине спрятанное оружие, о котором таджики не знали, они понимают, что их подставили. Но объяснять это разъяренным спецслужбам, отрезающим уши, нет смысла. И они подтверждают и сознаются во всем, в чем их обвиняют. Потому что за неправильный ответ прилетает удар. Таджики были выбраны не случайно, те, кто плохо разговаривает по-русски, либо вообще не знают языка. Соответственно, тех, которые совершили массовые убийства, спокойно разгуливают на свободе и строят дальнейшие планы. Ищите того, кто снимал видео на видеорегистратор. Такое могут придумать только подготовленные ФСБшники с навыками военных. И помните, пожарная сигнализация не сработала. Полиция из соседнего здания не прибежала. Террористы, ничуть не опасаясь, неспешно снимали показательные видео. В 19.55 вооруженные боевики подъехали к Рокусу и открыли огонь. В 20.25 начался сильный пожар. Выходы были заблокированы. В 20.30 к зданию приехали полицейские и врачи скорой помощи. Сотрудники СОБР и ОМОН выехали к месту происшествия только в 20.33. И прибыли спустя 54 минуты. В здание СОБР зашли в 21.39, когда террористы уже давным-давно пили чай. Ответ очевиден. Подготовленная, хорошо спланированная операция путинских наемников. Ищите того, кто снимал на видеорегистратор. Если вам моя информация полезна и интересна, прошу финансовой поддержки на еду. Кто хочет иметь...